Сегодня буквально с треть бела дня, то есть в полдень почти в центре Екатеринбурга случился настоящий гангстерский налет на банк. Для всех, кроме банка, кончившийся плохо, а для одного из его клиентов и вовсе трагически. Дело было в филиале банка открытия по адресу Малышева, 128, на углу с Гагарина. По пятницам с 9 до 16 здесь работают с юридическими лицами, и таких клиентов в зале было 6, когда без пяти 12 сюда ломился 37-летний ростовский гастролер Виталий Дикушин из Волгодонска. Правда, эта личность его известна станет позже. А тогда в одной руке у него был обрез охотничьей двустволки, в другой – предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. И, угрожая всем этим, он потребовал себе все деньги. Для пущего страху выстрелил в камеру наблюдения, и на этом для него все кончилось. Клиенты оказались не робкого десятка. Хотя многие и не понимают, зачем рисковать своей жизнью и оставлять без кормильца семью за чужие деньги, 53-летний Олег Лебедев попытался обезвредить гангстера. Но, к сожалению, тот успел выстрелить в него в упор. Налетчику это, впрочем, ничем не помогло. Остальные клиенты навалились и склеили ему ласты и передали полиции, а раненого увезла реанимация. Вскоре выяснилось, что врачи спасти его не сумели. Олег Лебедев скончался в больнице. Еще относительно недавно крупнейший частный банк спасали, вкачивая в него сотни миллиардов бюджетных, читай, народных рублей. Сейчас вот конкретный гражданин спас конкретный его филиал ценой своей жизни. И публика сейчас живо интересуется, что же теперь будет с его семьей, и что думает предпринять, собственно, банк. Что касается расследования, то делом будет заниматься, естественно, следственный комитет. И, кстати, та самая бомба в руках грабителя оказалась муляжом, сделанным из датчика дыма, обмотанного проводами и скотчем.